Привет! Ну что, свежие новости? Или может не совсем, потому что у нас новый выпуск опять не было очень долго? Или может хороший? Ладно, вообще, в принципе, скоро Google.io там прям посыпется-посыпется, вот там будет что рассказать. А сейчас сгребаем все, что сдерживают до самого важного анонса от компании Google. Поехали! Компания ARM анонсировала выпуск собственного чипа на одноименной архитектуре. Да, если вы не знаете про компанию ARM, то фактически вы слышали точно про эту архитектуру. Компания, в принципе, всегда занималась тем, что разрабатывала эту архитектуру и лицензировала ее другим производителям. То есть собственных продуктов, кроме как вот именно создания архитектуры, набора инструкций и лицензирования это кому-то, кто произойдет на основе этой архитектуры чип, ничего не происходило. Но они как раз-то решили теперь попробовать сделать собственный чип. Почему вообще? Ну логично, посмотрите, сейчас ARM везде, ARM в ноутбуках, на серверах, в телефонах везде, уже могу мало уже говорить о других устройствах. И прямо это массово. И, конечно же, почему компании, которые не знают эту архитектуру лучше всех, не попробуют сделать что-то свое. Но тут, конечно, есть несколько важных моментов. В первую очередь то, что компания собирается выходить на публичную продажу своих акций. То есть выходить на IPO и, соответственно, с помощью такого шага они могут поднять свою инвестиционную привлекательность для всех. Также сейчас говорится не о реально массовом каком-то чипе, который они начнут продавать всем подряд. Нет, говорится только о прототипе. То есть они начали в это дело инвестировать. Не факт, что будет вообще свободная продажа, не факт, что он вообще до продаж дойдет. Но они начали в это вкладывать. То есть появился специальный отдел, появилось развитие. В принципе, шаг довольно логичный. Потому что они могут начать делать какие-то решения с расширенным ARM, но которых доступ не будет у других. И тут я вспоминаю, знаете, когда была продажа компании, попытка продажи компании. Nvidia хотела ее купить, но сделку заблокировали. Потому что фактически Nvidia могла купить ARM. И началось бы то, что они бы вставляли палки в колеса Apple, другим производителям, кто на основе ARM делает чипы. И, соответственно, таким образом бы доминировали. Но, если сама ARM начнет сейчас все это делать, то, в принципе, то, о чем боялись, то, что происходило, может и случиться. То есть фактически ARM просто сама начнет не продавать какие-то решения, закрывать какой-то набор инструкций или делать его ограниченным. А почему нет? Может сама себе позволить, кто ей это запретит. То есть это не какая-то обязательная технология, которая должна всем рецензироваться, открыта или что-то. Нет, это закрытая проприетарная технология, которая выдается только по лицензии и на основе решения самой компании. Может регуляторы начнут как бы фигачить ее, чтобы, соответственно, учитывая, какой ARM имеет влияние, чтобы распространять дальше. Или все верят в риск 5, который всех освободит и будет всем в замену, и будет прекрасным и хорошим таким. В общем, как опять же, все покажет только время, надо смотреть в этот вопрос. Но действительно, рынок ARM сейчас очень разогревается сильно. Я имею в виду именно чипов, которые в нем делают, потому что все туда инвестируют. Абсолютно все компании. Особенно компании такие вот как Google Microsoft, которые хотят тоже что-то на этой технологии активно развивать, поиметь и свои устройства выпускать активно, независимо от всех, и крутые делать решения. Так и, в принципе, Qualcomm, которая тоже сейчас хочет сместить AMD и Intel и занять место в ноутбуках. Потому что пример Apple показал все очень классно и эффективно. Да, в видеокартах, конечно, пока там не все так будет однозначно. Но Nvidia, думаю, тоже имела планы на ARM и интеграцию в видеокарты, а не только делать на основе их чипы. В общем, прямо рынок процессора, вот этих всех систем на кристаллах, он прямо сейчас меняется огромными темпами. То есть, Apple, наверное, стартанула вот эти самые массовые перемены в нем, потому что они показали, что ARM способен делать крутые ноутбуки, легкие, с высокой, хорошей производительностью. А не так, как раньше это было, что только Pro X86. Так что гонка будет еще та. Вооружение посмотрим, кто будет лидером. Потому что Apple останется, как всегда, при своих чипах собственных. А другим решениям на основе винды, там, линуха, нужны свои какие-то собственные решения. Вот и, соответственно, борьба за этот рынок сейчас происходит очень активно. AMD представила чипы Ryzen Z1 и Z1 Extreme, которые произведены по 4-нанометровому техпроцессу, предназначенные для портативных консолей а-ля Steam Deck. И это интересно, как раз это потому, что, в принципе, Steam Deck и работает на чипе Ryzen. То есть не в каком-то специальном, просто взяли ушную серию, которая существовала, и вставили ее туда. Может, что-то с пакетом подкрутили. Но, в принципе, примерно такая же интеграция, как происходят в ноутбуке. Но вот сейчас как раз-то AMD увидела, что, типа, блин, наши чипы и так везде стоят. Sony PlayStation 5, Sony PlayStation 4, Xbox 2 последних поколения. Фактически это тоже все AMD железо. Сейчас портативные консоли, то есть Steam Deck очень мощно стартанул в этом плане. И компания решила прямо сфокусироваться и делать отдельные линейки, которые любой портативник может вставлять в свои портативки. Потому что портативки это не только Steam Deck, и на самом деле китайцы делают много. То есть вы можете найти множество разных обзоров, где прямо есть вот такие консоли в таком же формате. Asus объявила о выходе своей такой приставки. И, соответственно, там как раз-то и будет такой чип, возможность выбрать его. То есть поставить себе Z1 или Z1 Extreme. Тут, конечно же, классно, что прям компания фокусирует на этом, будет развивать активно и завоевывает как бы новую нишу. Потому что Intel проигрывает уже и в комповском сегменте, в ноутбуках. А сейчас фактически и даже в игровой сегмент его, если брать с консоли портативные, не берут. А это очень быстрорастущий рынок. Потому что фактически все сейчас в основном играют на ходу где-то. То есть смартфоны, Steam Deck тот же, опять же. То есть Nintendo Switch, который успех показал, даже при плохой графике очень можно делать крутые, хорошие игры. И люди играют активно в таком формате. Поэтому AMD все, мне кажется, делает верно. А Intel почему-то не хочет смотреть на новые сегменты рынка. Или не может. У них просто не получается такого подхода. Или цена не устраивает, или что-то еще. Но как-то пока AMD по всем фронтам бьет Intel. Которая как раз-то в свою очередь терпит огромные убытки. Они потеряли больше 2 миллиардов за последний квартал. И прямо у них все очень плохо-плохо скверно идет. И тут прямо такой красный рассвет происходит. И синий закат. Но как всегда, помните, было точно так же и в 90-х. Когда, соответственно, AMD расцветала. Intel было труднее. Потом все поменялось. Ну, в этом и есть конкуренция. Что одному хуже и расцветает другой. Второй догоняет и перегоняет. То есть в этом и есть конкуренция. Смысл, когда есть за кем-то гнаться, кого-то обгонять. И стремиться делать что-то лучше, дешевле, эффективнее. Или занимать какие-то новые ниши, развивать и двигаться в перспективу. Новость, конечно, не совсем по теме. Но британский регулятор запретил сделку по покупке компании Microsoft Activision Blizzard. В общем, если вы не слышите, наверное, это самая грандиозная просто покупка в игровой сфере. Такого никогда не было. То есть Microsoft хочет купить Activision Blizzard примерно за 68 миллиардов долларов. Чтобы понимать, кто не знает, кто не играет, вам не понять. Я играю, например. Недавно себе, кстати, Xbox купил. И Activision Blizzard это такие игры, как Call of Duty, Diablo. Причем Diablo, кстати, новый выходит. Это и много всяких сетевых. То есть World of Warcraft, конечно. Warcraft, Starcraft. У них много интересных, принадлежит им лиц, как прав на игры, которые они уже не выпускают. Там всякие Starcraft, легендарные, думаю, для многих Warcraft. И много-много легендарных игр, которых просто экономически не следстообразно выпускают. Так вот, Фил Спенсер, глава Xbox, очень активно, то есть это дело, конечно, хочет купить эту компанию. Первых, почему, типа, первое, вот мне это интересно. Я себе купил Xbox, там, из Game Pass. Фактически вы все игры от Microsoft-овских студий получаете бесплатно. То есть, например, они купили Bethesda, и, соответственно, все их игры попали туда. Точно так же было с Activision Blizzard. Будет, когда все это, ну, если состоится, конечно. Но я верю, что состоится, потому что там, на самом деле, претензии такие. Про клауд гейминг, вообще про клауд, а не про вот эти игры. Короче, можно, в принципе, это решить. И следующий момент, соответственно, как бы вот эта штука, которая может очень сильно поменять рынок, и прямо очень сильно привлечь людей на сторону Xbox. Но Microsoft очень хочет еще, и сам Фил Спенсер заявляет, что они очень хотят разработать новые части игр легендарных. Например, как StarCraft, WarCraft взять, и, в принципе, двигать это движение, чтобы создавались. Да, они не будут такими массами, но, учитывая, что у них есть Game Pass, Game Pass позволит такие штуки окупать и делать, и развивать. И это прямо будет легендарно. Ну, представьте, то есть. Надеюсь, что, конечно же, так и есть. Там не дело только про бизнес, чтобы там вот это вот все. Но, на самом деле, Фил Спенсер, мне кажется, вот среди всех таких руководителей игровых компаний, прям вот свой чувак. Вот как Генри Кавл, который собирал комп, ковид, и прям бахал, что он там вот за геймеров, что он там труп и кашник. Вот я консольщик, как видите, то есть я не настолько увлекаюсь всем этим. Но очень интересно следить за развитием такой огромной сделки. А сам, наверное, мерзопакостный, как Sony там ставит палки в колеса и пытается уничтожить эту сделку. Даже не потому, что они там говорят, что там просто, что они мне дадут Call of Duty или будут делать хуже. Там Microsoft готов была дать вообще все абсолютно гарантии. Нет, просто они ставят палки в колеса конкуренту. Хотя, на самом деле, честно, доминирование Sony на игровом рынке, особенно на консольном, оно вообще никак не поменяет это. И там вопрос даже не про деньги, скорее всего. По привлекательности, да. То есть там часть денег геймеров, наверное, решит купить себе из-за этого Xbox. Или там, что ли, ПК купят. Ну, фактически всегда такой или Xbox, или ПК, то есть в любом случае что-то будет происходить. Но Sony все равно имеет такие огромнейшие эксклюзивы. И, наверное, одни из лучших игр, если там взять какие-нибудь топ-50 за все время игр, то Sony эксклюзивов, которые выходили только на PlayStation, в первую очередь на PlayStation, или вообще только, как, соответственно, их студии, будет офигеть как много. Поэтому я бы точно переживал, но они просто вредничают и пытаются изничтожить конкурента любыми способами. То есть, ну, лучше не давать развиваться, чем пытаться что-то сделать хорошо для индустрии. Новость, которая немного удивилась, это то, что Windows 11 получила полноценную интеграцию с айфоном. То есть можно также там отвечать на звонки, смс-ки, писать все. То есть, примерно, как вы это можете делать со своим айфоном на маке. Ну, это из коробки идет, само операционки интеграции между ними. Точно так же теперь можно делать с айфоном на винде. То есть вам нужно поставить, конечно, специальное приложение, потому что by default нету. Таких же тесных, наверное, интеграций полностью получить не выйдет. Но теперь у тех, кто любит винду и те, кто любит айфоны, соответственно, получили комбо. А пока Windows 11 обрастала новыми возможностями, Windows 10 их теряет. Окончательный срок поддержки, то есть все, больше новых каких-то функций, существенных, Windows 10 получать не будет. Будет только ее поддержка, там, в смысле, багфикс, какие-то там улучшения минорные, которые необходимы для нормального функционирования. Но новых никаких возможностей больше не будет. Все, фактически разработка Windows 10 полностью заморожена. Какое решение? Ну, конечно же, переходите на Windows 11. Хотя уже там скоро, думаю, Windows 12 будет, но который, скорее всего, будет про ARM. Очень много про ARM. И, опять же, конечно же, про тесные интеграции с OpenAI. То, в принципе, о чем Google уже вскользь успела рассказывать, вот сейчас объявлено официально. Фотопикер, который появился в Android 13 и был портирован с помощью mainline модулей на Android 11 и выше. Также появится и на всех устройствах под управлением Android 4 и выше, благодаря Google Play сервисам. То есть, вы теперь можете интегрировать к себе специальный сервис, то есть, прописать, который будет автоматически это все загружать. Загружать фотопикер в системе, то есть, через Google Play сервис он будет их частью запускаться и предоставлять схожий опыт. То есть, не в один в один, как системный, который будет доступен у вас, соответственно, на Android 11 и выше, но схожий. И это классно, потому что фактически фотопикер классная вещь, которая позволяет очень хорошо работать с пользовательскими фотографиями и запретить приложением доступ к медиа. Вообще, то есть, запретить, что им не нужен доступ к файловой системе, если вы хотите там фоточки загружать в соцсеть. Нет, берите фотопикер. Я думаю, такое требование в Google Play появится довольно скоро, что всем приложениям с поддержкой Android 4 и выше, то есть, ну, которые поддерживают операционную систему, на старых можно будет там документ-провайдер напряженность или что-то еще, но обяжут использовать фотопикер и перейти в этот функционал. И это классно, на самом деле, это хорошая функция, потому что множество приложений пользуются тем, что просят доступ ко всем файлам, хотя им нужно там только фотографии, но они просят это специально, чтобы пошариться по вашей файловой системе, понять, что у вас там происходит, что у вас лежит, каким-то образом идентифицировать вас или так лучше таргетировать для вас рекламу или вообще, в принципе, может поманить что-нибудь в фоне, там, что-нибудь поскладывать вам, ну, мало ли. В общем, жду обновлений политики Google Play, потому что изменения реально классные, которые я поддерживаю. Соответственно, интегрируйте его к себе. Ссылочка, как всегда, на подробную инструкцию будет в описании к этому видео. Также вышло свежее обновление библиотек Android Jetpack. Прямо что-то интересного там не происходило, фактически много багфикса. Исправили Compulse, естественно, еще. Также вернули в Compulse обратно поддержку Java 11, просто в предыдущей версии. На него в Core переехали на только строго Java 17 и выше, но уже это исправили. И также камера, то есть камера X в PlayWalfе начала поддерживать работу с несколькими камерами одновременно. Добавили удобное API для выбора разрешения различных параметров камеры настроек. Всего этого, это прям классная штука. Помимо этого появилась новая библиотека под названием Graphic Shape. Это такая библиотека для рисования геометрических фигур различных и трансформаций между ними. Чет Хас как раз на эту тему выпустил пачку статей. Ссылочка я оставлю в описании к видео. Конечно, можете почитать. Тем, кому нужны какие-то красивые анимации переходов между геометрическими фигурами различными, смотрите. Там даже и рассказывается, как это реализовывалось. И можете увидеть это в действии, потому что там прям реально у вас магия происходит. Там, не знаю, какой-нибудь трансформации многоугольника одного в какую-нибудь другую фигуру геометрическую. И все это происходит прям так прекрасно, красиво. Вот, ух. Те, кто любит такое, прям заценят. Google объявила, что на устройствах под управлением Android 7.0 и выше с Google Play сервисами. Теперь, если ваше приложение будет крешиться, пока говорится только про старт, то будет показываться такой специальный диалог, который скажет, ваше приложение упало, но попробуйте обдавиться, потому что в Google Play есть новая свежая версия этого приложения. Удобно, потому что вы же как-то пользователю не сможете сообщить, что у него что-то не работает. А такая подсказка, возможно, позволит быстрее раскатить вам фикс и все исправить. Вышла новая версия библиотеки Kotlin X Coroutine под номером 1.7.0. Что в ней самое главное? Ну, конечно, мы вновились до свежего Kotlin, поправили багфиксы, но большую часть робота там проделали по каналам. То есть, ченнелы переписали на новый механизм, он стал эффективнее, быстрее и лучше. Там специально сделали новую структуру данных, даже писали на эту научную статью, но, в общем, значительно их улучшили. Также улучшили работу операктора Select. В Kotlin Native отказались полностью от поддержки старой мемори модели, то есть теперь только строго новой, никакой другой. Также туда в Kotlin Native завезли диспатчер с I.O. и, в принципе, унифицировали поведение, сделали его лучше для различного рода диспатчеров, который вы можете создавать через специальные функции. В принципе, библиотека развивается, идет вперед, прям какие-то существенных новых возможностей пока не появляется. Скорее происходит такая унификация, допиливание ее и улучшение. Я думаю, на самом деле, вряд ли какие-то огромные, существенные возможности стоит ждать вообще до выхода Kotlin 2.0, потому что сейчас все сосредоточено полностью на нем. И, в принципе, все улучшения, которые происходят вокруг, они связаны, скорее, с такими допилами, улучшениями, минорными. Но вот прям 2024 год, вот туда мы все это и ждем. Google объявил о том, что они знают о том, как приложения Fony могут работать на устройствах от разных производителей. Наконец-то, спустя столько годов жалоб. Хотя до этого они очень активно говорили, что они стараются унифицировать поведение. Вот, сейчас они прямо официально выпустили блокпост, в котором заявляют, что вот, мы решили это унифицировать, и уже начали договариваться с компаниями, которые производят устройства. Первая, конечно, компания, такой их самый крупный партнер, это Samsung. Samsung объявили о том, что One UI 6.0, который будет базироваться на основе андроида 4-го, поведение работы фореграунд-сервиса будет полностью соответствовать спецификации официальной, и не будет ее отходить, не будет каких-то убийцей странных этих сервисов, или каких-то вообще непоняток, специфичных именно для этой оболочки. На старых версиях все останется по-старому, конечно, но уже хорошие шаги. Надо, конечно же, сдать, смотреть, чего там будет, что будет вообще реально происходить. И мое мнение такое, что все эти заявления пока они ни о чем. Очень важно, будут ли это выставлены как требования. Потому что договоренность можно легко нарушить, а вот требования нельзя. Самое надежное и жесткое требование, которое есть в андроиде, это compatibility test suite, CTS test. То есть специальные тесты, которые происходят любой вендор, чтобы сертифицировать свое устройство для установки Google Mobile Service. И это огромное количество тестов по разным частям. Вот если туда будут внесены такие строгие тесты на проверку соответствия работы, там, foreground сервисов, каких-то других сервисов, фонового функционала, и они будут прямо обязательны для прохождения, а не помечены как желательный, вот тогда мы действительно получим какую-то существенную поддержку, улучшение работы. Но, опять же, нужно тогда будет ждать, а как быстро One UI 6.0 раскатится по существующим телефонам? Опять же, потому что One UI 6.0, скорее всего, получат, в первую очередь, новый флагман. То есть Galaxy S23, вот вся линейка, и Galaxy Fold последний. Следующий устройство там где-то предыдущего года, то есть через 3-4 месяца получат, которые еще через год выпустились, еще дольше. И когда массово наполнится рынок One UI 6.0, непонятно. А со старыми мы все так же будем испытывать проблемы. Хотя то, что как раз-то в новых осях изменений очень много, и, соответственно, начнется как бы уже политиком, это классно. Интересно, смогут ли они так сделать с китайскими вендорами, потому что какие-нибудь там Xiaomi, OnePlus, Realme и всякие другие, там прям шалили тоже по полной, но Samsung уже давно вырвалась в лидеры. Я как раз на эту тему сейчас делаю вообще доклад, то есть и готовлю рассказать вам про современные методы работы в фоне. Уже на Boost вы можете найти первую версию, то есть первую часть. То есть это именно про то, какие ограничения в фоне были. Это, да, один из моих таких докладов, который вы могли, наверное, слышать, но я его доработал, ушел, взял Android 14, еще очень сильно сделал большую часть, фокусированный на то, как сейчас вообще запустить фоновую работу, чтобы она могла работать. Как? Могла запуститься. Работать не факт, что она будет. Вот. Но я надеюсь, что Google действительно вот взялись за это и будут от вендоров прямо требовать, усиливать вот эти вот взаимодействия и приводить все-таки фоновую работу не только ужесточать разработчикам жизнь, но и требовать от вендоров, те, кто делает собственные оболочки, кастомизировать там что-то, чтобы они соответствовали вот этим гарантиям, которые все-таки сейчас так не такие огромные уже становятся. Но хотя бы разработчики могли рассчитывать, что везде там, если у тебя стоит Android 14 на устройстве, то ты можешь полагаться, что то, что прописано в документации, как минимум будет оно работать. Ну и такая маленькая, небольшая новость. Наконец-то YouTube-канал, вот этот, которого вы сейчас, наверное, смотрите, а может вы не на YouTube смотрите, но в любом случае, основное место все так же для меня остается для выкладки этого видео YouTube-канал, ну, по крайней мере, пока я записываю это видео. И он достиг 20 тысяч подписчиков. Это такое небольшое, наверное, достижение, хотя для моего канала в моей теме, в тот контент, который я рассказываю, это огромное достижение, как по мне. Вряд ли я когда-то получу золотую кнопку YouTube, который дают за 100 тысяч подписчиков, но, может быть, в 2030 году что-то подобное может и свершиться, а может и раньше, а может и никогда. Я, в принципе, вообще об этом не думаю. Также Telegram-канал Android Broadcast тоже собрал больше 12 тысяч подписчиков. Это уже, кстати, второй раз, когда он собирает 12 тысяч подписчиков. Просто первый раз был резкий наплыв ботов, и прямо атака, я не знаю, что было, то есть, например, ботинков я поудалял столько, то есть, какие-то фейковые аккаунты прямо вот, да, которые атакующие. И я их удалил настолько, что прямо там с 12.100 больше, то есть, я минуснулся до 12.900. Это было огромное вплоть. И, соответственно, вот в это время все фильтровал-фильтровал. Их даже сейчас, то есть, про 12.000 только решился объявить, когда уже там прямо перевалило так прилично, что я уже как-то более-менее уверен. И то у меня есть подозрения на фейковые аккаунты, все так же. Но какие-то планки достигнуты. И, в принципе, я с каким-то уже таким хорошим сердцем, добрым, путь наполненным счастьем от того, что я достиг каких-то таких значимых цифр, наверное, которые, возможно, где-то, может, и потолковые для моего контента. Я поеду на конференции, и, соответственно, целый шлейф там будет. Вы сейчас можете прямо вот тут увидеть все это на экране. Питер, Москва, потом будет Томск и Новосибирск. Вот. Я еще буду и в других городах, буду рад видеться с вами в Перми. Я еще немножко буду в Минске в конце. В общем, проеду с таким туром большим. И надеюсь, что увижу с вами, пообщаюсь, приходите. Будет классно слушать ваше мнение, поговорить что-то. И слушать, господи, какой тяжелый день. Может, вам будет интересно услышать то, что я вам расскажу, или какое-то мое мнение про разработку. Может, и нет. Вот. Я всегда рад с вами пообщаться. Особенно, если у меня есть на это время. Там, особенно, конференции всякие, для чего я приезжаю туда. Поэтому не стесняйтесь. Это единственная ваша проблема, что вы можете побояться, чтобы не стать лучше или не узнать ответ на интересующий вас вопрос. Ну, или, как всегда, вы это можете сделать в комментариях под этим видео. Я все комментарии читаю, на них отвечаю. Если вы не истощаете кучу фекалиев, я с удовольствием с вами отвечу, подискутирую и пообщаемся. Помимо этого, не забывайте, что есть еще Android Broadcast, в Телеграме чат, где мы там общаемся, много всего узнаем полезного, задаем вопросы, как про технические темы, так и не очень. На этом, в принципе, у меня и все. Всем хорошего Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok